Как вы понимаете под кризисом? И затем, исходя из этого понимания, попытаться разобраться с теоретическими знаниями, которые нам могут помочь в борьбе с кризисами. И для этого нам нужна классификация кризисов, надо понять, какие сферы знаний могут быть востребованы для борьбы с кризисными явлениями. Надо сказать, что какой-то науки особой по антикризисному менеджменту нет, хотя очень много на эту тему рассуждений, учебники даже есть. Но понятие кризис настолько общее и видов кризисов настолько много, что ставить вопрос о формировании какой-то единой общей теории кризисов не приходится. Мы будем говорить про макроэкономику, то есть про кризисы, которые происходят на макроэкономическом уровне. Хотя обычно в практике менеджмента и антикризисного управления понимаются кризисы в корпорациях, и есть даже такая специальность антикризисный менеджер, модное такое самоназвание, руководители предприятий, которые себя рекламируют таким образом. Здесь, в общем-то, тоже больше искусства, чем наука. На уровне предприятий мы кризиса не будем рассматривать, поскольку здесь тот набор знаний, который дается по курсу управления организациями, по традиционному набору дисциплин менеджмента, вполне достаточно для того, чтобы наладить работу предприятия, имея соответствующий опыт, понимая перспективы развития предприятий, макроэкономическую среду функционирования и различая субъективные и объективные факторы возникновения кризиса. Начнем с попыток определить, что же такое кризис. На эту тему существует тоже много разных рассуждений. Очень модным является, почему-то, ссылка на китайский иероглиф, который обозначает кризис как соединение опасности и возможностей. Вот так китайцы видят кризис, и поэтому в Китае к кризисам относятся спокойно. Стараются в каждом кризисе видеть возможности не только его преодоления, но и дальнейшего развития. Под кризисом обычно в повседневной практике понимается невозможность дальнейшего функционирования организации, или мы будем говорить о макроэкономике, в рамках сложившихся условий. У кризиса всегда есть объективная и субъективная сторона. Субъективная связанная с некомпетентностью руководителей, или с искажением мотивации, когда руководители предприятий заняты, или страны в целом, предположим, экономики, экономического блока, как это принято говорить, заняты не столько вопросами общего блага для организации, или для национальной экономики, сколько личными интересами. Как правило, субъективные факторы кризиса сводятся к некомпетентности и коррупции. Некомпетентность и коррупция – это две стороны одной медали. Когда некомпетентные люди занимают руководящие посты, не понимая, как нужно управлять организацией, или национальной экономикой в целом, они предпочитают заниматься своими личными интересами. Поэтому, как правило, некомпетентность и коррупция идут рука об руку, что называется. Это две стороны одной медали. Некомпетентные люди, они обычно склонны к коррупции, и наоборот, когда человек компетентный, когда для него интересы дела, общие интересы важнее личных интересов, эти люди менее коррумпированы. Во всяком случае, здесь, конечно, могут наблюдаться и разного рода позиционные конфликты, конфликты интересов. И мы наблюдаем в разных странах разные проявления этих конфликтов. Но, тем не менее, чем более человек компетентен, тем, как правило, ниже, во-первых, субъективный риск кризиса. И они же коррупционный фактор. Мы будем говорить о, как я уже сказал, об уровне национальной экономики. То есть, кризисы в организациях мы, конечно, можем тоже рассматривать, но в макроэкономическом контексте. Например, если мы берем нынешний макроэкономический контекст, то приходится видеть сегодня быстрое увеличение количества банкротств в случае неплатежеспособности предприятий. Но при ближайшем рассмотрении, в большинстве случаев, причина кризисного состояния предприятия заключается в макроэкономическом климате. На сегодняшний день у нас примерно половина оборотных средств предприятия – это кредиты. Поэтому, когда Центральный банк поднял процентную ставку, он автоматически погрузил в кризис все предприятия, которые занимают деньги на руки. Иными словами, большая часть отраслей промышленности оказалась в кризисном положении, и предприятий, точнее, работающих в отраслях обрабатывающей промышленности, оказались в кризисном положении не по субъективным причинам, а в связи с резким ухудшением макроэкономического климата, поскольку Центральный банк, подняв процентные ставки более чем в два раза, фактически погрузил в зону убыточности большую часть предприятий, которые формировали оборотный капитал за счет заемных средств. И в ситуации, когда процент за кредит превышает нормальную рентабельность, у предприятий возникает не так много возможностей дальнейшего развития, либо свернуть производство и уйти с рынка, вернуть кредиты, которые в себе в убыток, что называется, либо поднять цены, если макроэкономическая ситуация позволяет это сделать, внеся свой вклад в повышение инфляции. Поэтому, так или иначе, кризис макроэкономический, конечно, он всегда на микроуровне проявляется в ухудшении платежеспособности предприятий, в повышении норм банкротств, в невозврате кредитов. И когда мы будем говорить про макроэкономический кризис, мы все равно, так или иначе, будем обращаться к микроуровню. Ну, если все-таки завершить вводную часть, связанную с определением кризиса, то я бы предложил в нашем курсе понимать под кризисом невозможность экономической системы воспроизводиться обычным образом. То есть, когда рутинные, принятые, установившиеся процессы воспроизводства капитала, воспроизводства предприятий, воспроизводства экономики не позволяют обеспечивать устойчивое развитие. Когда в рамках сложившихся рутинных процедур управления дальнейшее развитие оказывается невозможным. Приходится сворачивать производство, сталкиваться с убыточностью, искать принципиально новые возможности для развития. И в этом смысле кризис мы понимаем, как китайцы понимают. То есть, угроза краха соответствующего вида деятельности и одновременно возможность найти что-то новое. Возвращаясь к примеру взаимоотношения субъективного и объективного в кризисных ситуациях, макроэкономический климат — это самое простое, что мы в своем анализе всегда можем видеть и различать субъективные и объективные причины, связанные с резкими изменениями макроэкономической конъюнктуры. Эти изменения могут носить рукотворный характер, как, например, повышение процентной ставки, могут быть связаны с внешними факторами, такими как падение цен на нефть, предположим, и связанное с колебанием внешнеэкономической конъюнктуры, колебанием обменного курса валюты, когда предприятия, ориентированные на внешний рынок, сталкиваются с резким ухудшением возможности своей деятельности, поскольку по независимым от них причинам и также по причинам, независимым от национальных регуляторов, условия деятельности резко ухудшаются. Для предприятий экспортно-ориентированных эти условия обычно связаны с рынками сбыта и с ценами на рынках сбыта. В основном для нас это сырьевые товары, которые подвержены периодическим резким колебаниям, которые можно, в принципе, прогнозировать, но большинство предприятий этого не делает, руководствуясь краткосрочными соображениями сиюминутной выгоды, бывает так, что наращивают производство, не предвидя резкое изменение конъюнктуры. Или, скажем, жертвуют внутренним рынком ради сиюминутных прибыли на внешнем рынке, потом, когда внешний рынок схлопывается или цены падают, предприятие оказывается в кризисном положении, поскольку внутренний рынок потерян. Или если предприятия связаны с импортом товаров, технологий, оборудования или иностранные кредиты, здесь шоки бывают другого рода, скажем, резкая девальвация национальной валюты. Приводит к тому, что импорт резко дорожает, дорожает оборудование, нет возможности расплатиться по кредитам. Таких случаев у нас, к сожалению, очень много. Мы живем в открытой экономике, и каждое резкое колебание обменного курса валюты довольно существенно сказывается на значительной части экономической деятельности. Как правило, резкая девальвация валюты вызывает кризис неплатежеспособности. Предприятий, которые заняли много денег за рубежом, работая на внутреннем рынке, им приходится больше зарабатывать для того, чтобы вернуть кредиты, или предприятия, которые связаны с импортом оборудования. Для поддержания воспроизводства приходится покупать комплектующие, которые в связи с девальвацией валюты становятся намного дороже. И объективно, высокая открытость экономики – это фактор риска дополнительный, который находится за пределами не только самих предприятий, но и национальных регуляторов. Но, повторюсь, вот эти макроэкономические шоки – это самое простое, что мы в нашем анализе должны учитывать, поскольку в значительной степени эти макроэкономические шоки являются следствием проводимой макроэкономической политики. При грамотной макроэкономической политике можно демпфировать и колебания курса, обеспечивать его стабильность, и колебания внешней торговой конъюнктуры при помощи мер таможенно-тарифной политики, при помощи государственной политики развития. Чем развитие в экономике собственных сектора, тем менее наявы уязвимы от внешних шоков. Значительная часть причина нашего кризисного положения связана с тем, что в стране отсутствуют внутренние источники кредита, а кредит – это основа финансирования экономического развития, и в отсутствии внутренних источников предприятия вынуждены искать способы финансирования своего развития за счет внешних источников, а внешние источники финансирования подвержены, как я уже сказал, большим неконтролируемым риском, не только экономическим, но и политическим. Как вы хорошо знаете, мы живем уже несколько лет в условиях экономических санкций, когда внешние источники кредита запада, во всяком случае, для России закрыты, и имея задолженность 700 миллиардов долларов, наша экономика в значительной степени просела, поскольку приходится возвращать ранее взятые деньги, их вернули уже больше трети, и делается это за счет сокращения источников финансирования внутреннего развития, в том смысле, что Центральный банк не компенсирует сокращение внешних источников расширением внутренних источников. Так что в том мире, в котором экономика зависит от внешних факторов, риски кризисных событий, в том числе неконтролируемые риски, возрастают. Гораздо более сложным является производственно-технические или научно-технические факторы возникновения кризисных ситуаций. Дело в том, что любая экономическая система, основана на соответствующих производственно-технологических связях, которые не являются неизменными, которые меняются, которые подвержены факторам обесценения не только вследствие износа физического, но и износа морального. Это только в экономической теории предполагается, что все субъекты хозяйственной деятельности все хорошо знают, информированы о всех возможных технологических решениях, могут совершать оптимальный выбор на множестве технологических возможностей. Но в реальной практике, как правило, способность менеджеров предвидеть технологические изменения весьма ограничены. Люди работают в привычных рутинах управленческой деятельности. предприятия без лишних, без особых причин не делают нововведений. Для любого директора, инженера внедрение новых технологий это всегда страшная головная боль. Поэтому в обычных режимах деятельности предприятия предпочитают функционировать на основе имеющихся технических решений, даже если эти решения далеки от оптимальных, а может быть и вовсе неконкурентоспособны. Поэтому производственно-технические риски связаны с тем, что предприятие не в состоянии на микроуровне определить угрозы, связанные с появлением новых технологий, новых видов деятельности, появлением конкурентов, которые могут использовать более эффективные технологии, являются фундаментальными. они неразрешимы на микроуровне, они требуют очень существенных усилий со стороны государства в области формирования благоприятной научно-технической среды, в области технологического прогнозирования, в области снятия рисков технологических изменений. но, так или иначе, даже при грамотном макроэкономическом регулировании, риски все же очень велики. Если мы возьмем передовые страны, то даже там мы видим, что в течение времени список преуспевающих фирм постоянно обновляется, скажем, если вы возьмете первые тысячи компаний американских или европейских сегодня и сравните с тем, что было 50 лет назад, вы обнаружите существенное обновление этого списка, связанное с появлением новых, не только новых отраслей, но и новых технологий в существующих отраслях. А если возьмем 100-летний горизонт, то мы обнаружим, что вообще три четверти списка крупнейших компаний, которые мы сегодня видим, отсутствовали 100 лет назад. Конечно, разные сектора характеризуются разными способами адаптации к технологическим изменениям. Финансовый сектор, как наиболее гибкий и хоть и подверженный технологической революции, но тем не менее в основе своей использующей примерно одни и те же методы кредитования различных видов деятельности, более устойчив. Есть банки, которыми 200 лет и 300 лет, корпорации в сфере обрабатывающей промышленности, которые могут похвастаться такой серьезной историей, намного меньше. В торговле мы видим много компаний, которые существуют длительное время, поскольку торговля тоже быстро адаптируется к технологическим изменениям, так как работая на коротком капитале, наоборотном, торговые предприятия не сильно зависят от инвестиций в капитальные блага, в оборудование, в здания и сооружения, где сроки окупаемости могут составлять десятилетия. Технологические изменения, конечно, имеют свои закономерности, о которых мы поговорим в дальнейшем, которые можно учитывать и можно строить прогнозы, но тем не менее этот фактор остается как правило за пределами понимания менеджмента на предприятиях и если мы посмотрим крупные технологические сдвиги, то нетрудно видеть, что, например, судостроительные компании, которые строили парусные корабли и судостроительные компании, которые строят современные суда, это разные компании, совсем разные, которых почти ничего общего не осталось, не только технологического, но и среди собственников. Точно так же при резких технологических сдвигах гибнут популяции предприятий и в машиностроении, и в энергетике, и практически нет такой отрасли, которая не была бы подвержена риску технологических сдвигов. Ну, собственно, на наших даже глазах вы видите, как меняются компании, производители мобильной связи, мобильных телефонов, хотя они живут, так сказать, примерно в одинаковой среде, на одной технологической волне, но, тем не менее, кому-то удается выходить вперед, применять раньше других более совершенную технологию, и на наших глазах происходит обновление и в вычислительной технике в составе производителей, и в других отраслях, подверженных научно-техническому прогрессу, даже если торговые марки сохраняются, например, в автомобиле строения, мы видим, что состав собственников, состав менеджеров существенно меняется, даже в относительно короткие периоды времени. Ну и, наконец, последний фактор, влияющий на формирование кризисов, который уж совсем выходит за пределы понимания обычного сознания, это фактор социальных изменений и серьезных социально-экономических или институциональных потрясений. Это фактор революции, в ходе которых меняется политическая система, институциональная система, и меняется правило игры настолько, что гибнет вся популяция или большая часть популяции хозяйствующих субъектов. Ну, скажем, та революция, которую мы пережили совсем недавно, переход от социалистической плановой экономики к рыночным методам организации хозяйства, повлек практически тотальное уничтожение популяции хозяйствующих субъектов, которые жили в советской экономике. Сегодня очень мало можно найти предприятий, которые сохранили свои ниши, свои названия, свой персонал, ну, и уж совсем почти не осталось предприятий, которые сохранили структуру собственности. Силу повальной приватизации практически основная часть популяции государственных предприятий просто исчезла как класс, более 80%. Исчезли не потому, что они были неэффективными, а потому, что совершенно поменялись правила игры. И так называемые красные директора очень быстро уступили место нынешним топ-менеджерам, что опять же связано не столько с факторами конкурентоспособности, сколько с кардинальным изменением правил хозяйственной деятельности. Конечно, остались предприятия, которые сохранили и профиль деятельности, и некоторые даже сохранили большую часть менеджмента. Это предприятия госсектора, такие как предприятия атомной промышленности, ракетно-космической, где мы имеем практически те же наименования организации, тот же круг производства технологических решений, но замечу, что это предприятия, которые примерно на 30 лет были впереди международных конкурентов. советские предприятия в области атомной промышленности, в области ракетостроения, в области военной техники примерно на 20-30 лет опережали западных конкурентов. Поэтому они сумели сохраниться даже в период социально-политической и институциональной революционной трансформации. Но большинство предприятий прошли через смену форм собственности, появились новые собственники, которые привели с собой новых менеджеров, кардинально поменялась структура управления, изменились правила хозяйствования и эти изменения, которые носят катастрофический характер, вообще находятся за пределами понимания обыденного мышления. Ну, как пример скажу, когда в начале, точнее, в конце 80-х, в начале 90-х годов нам навязывались радикальные реформы, считалось аксиматически, что частная собственность эффективнее государственной, потому что на предприятии появляется хозяин, которому не нужны некие погонялки сверху, не нужны риски административного наказания, что он в силу своей хозяйской мотивации будет успешно работать и включение хозяйской мотивации автоматически поднимает качество управления. На самом деле это оказалось очень поверхностной точки зрения, которая практически нигде не сработала, за исключением, может быть, малого бизнеса, который тоже не сильно преуспел в условиях плохого макроэкономического климата. В большинстве предприятий оказалось, что новые собственники куда менее компетентны, чем старые директора или министерские работники, во-первых. Во-вторых, у новых собственников в силу их некомпетентности оказалось очень узкое понимание возможностей предприятия. В большинстве отраслей машиностроения новые собственники не смогли ничего лучшего придумать, как демонтировать оборудование, продать его на металлолом или, так сказать, за границу, переобразовать высокотехнологические предприятия в складские помещения, еще попутно украсть заработную плату у персонала, выгонав людей на улицу, так сказать, и таким образом схватить краткосрочные прибыли вместо того, чтобы развивать предприятие в долгую, поднимать его конкурентоспособность, вкладывать собственные деньги в развитие, искать новые возможности, то есть это примеры катастрофической реакции на кризис, которые влекут гибель просто тех или иных популяций хозяйствующих субъектов и свертывания производственной деятельности. При этом, еще раз подчеркну, что эти факторы носят характер революционный, к ним очень трудно приспособиться. Сама адаптация к требованиям социальной революции выходят далеко за пределы экономического анализа и такие критерии, как эффективность производства, конкурентоспособность, производство технологических знаний зачастую оказываются второстепенными. Гораздо большее значение для успеха приобретают факторы личных связей, удачливых сделок, краткосрочная мотивация доминирует над долгосрочными и расплатой за эти катастрофические изменения, как правило, деградация производства, снижение технического уровня и примитивизация хозяйственной деятельности. Практически у меня есть график, я на следующей лекции его покажу, его здесь у меня не оказалось, который иллюстрирует историю нашей страны в течение 150 лет последних. А она здесь же? Да. Да, он, наверное, перепутал. Игорь Негода. Вот мы видим 150 лет нашей истории. Обратите внимание, на этом графике хорошо видны провалы, кризисы, которые на самом деле перерастали в катастрофы. Даже когда экономические реформы проводились из благих намерений, резкая трансформация социально-экономических отношений и смена институтов оказывается для хозяйствующих субъектов столь драматичной, что большинство из них просто не способны адаптироваться к изменениям. Ну точно так же, скажем, если у нас произойдет резкое похолодание, предположим, и на месте наших лесов мы обнаружим тундру через некоторое время, ясно, что большая часть популяции растений погибнет. Или, наоборот, резкое потепление, которое сегодня не столь резкое, впрочем, но тем не менее происходит, ведется к тому, что у нас сгорают леса, и постепенно земля, которая была занята раньше лесами, становится степной зоной или лесостепью. То есть, здесь, вне зависимости от того, хорошо это или плохо, какими мотивами руководствовались реформаторы, резкие изменения хозяйственных условий влекут за собой катастрофические последствия для популяции хозяйствующих субъектов. Вот первый пример, вы видите, это не что иное, как освобождение крестьян, отмена крепостного права, знаменитая реформа Александра II, которые повлекли резкое падение производственной деятельности в Российской империи. Связано это было с тем, что сложившийся уклад, в основном это было сельское хозяйство, которое было основано на симбиозе помещиков и крепостных крестьян, был заменен отношениями контрактными, говоря по-современному. Но при этом крестьяне, которые были в основе свои неграмотные и не могли защитить свои права, вроде как были освобождены, но были освобождены так, что сами ничего производить не могли, поскольку они были освобождены, по сути, без земли. Они вынуждены были за землю платить, денег у них не было, привычных способов организации производства путем внеэкономического принуждения уже использовать было невозможно. И как, по-моему, Некрасову принадлежат эти слова, где он в своей поэме пишет, что разорвалась связь, так сказать, не помню, как точно, связь времен, да распалась связь великая, да. А дальше помнишь, Дим, как? Короче, одно... Ну, короче, там смысл такой, что и мужик получил по голове, и помещик, так сказать. Помещики тоже разорились, в конечном счете. Они по два-три раза закладывали свои земли, но были вынуждены уступить свои позиции, как бы сказали сейчас, профессиональным предпринимателям, купцам, которые постепенно... Или трансформироваться из аристократов в купеческое предпринимательское сословие. Ну и крестьяне, оказавшись в новых условиях, очень многие вынуждены были, по сути, лишенные земли уехать в города, где далеко не все были востребованы, что, в конечном счете, стало одним из факторов расширения социального дна и формирования революционной ситуации. Следующий провал, вы видите, гигантский. Это еще одно. Следующий, тут много анализировать можно каждый пик. Колебания достаточно большие. Вы видите, что даже в относительно стабильные периоды темпы промышленного производства меняются в разы. Но нас сейчас больше интересуют кризисы, не подъемы, а провалы. Следующий кризис — это Первая мировая война и Великая Октябрьская социалистическая революция, столетие которой мы будем в будущем году отмечать. Здесь провал оказался гораздо глубже. Понятно, что изменилась практически вся система организации экономики. И потребовалось два десятилетия для того, чтобы уровень экономической активности в стране восстановился. Причем рассказы о том, что отсталая Российская империя рухнула и была заменена социалистическим прогрессивным строем, который сумел преодолеть вековую отсталость — это, конечно, мифы исторические. На самом деле, все великие планы, которые были реализованы социалистическим правительством, были сформированы еще до Первой мировой войны. Скажем, план Гойл-Ро был подготовлен как раз в 2013-2014 годах, он обсуждался активно. Царская империя занималась стратегическим планированием. Промышленники крупные видели далеко вперед. Вот, скажем, 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, в Российской империи были заложены крупнейшие в мире автомобилестроительные заводы. Огромный технический прогресс был достигнут в Новороссии, на юго-западе империи, современная Украина. Не только автомобилестроение, которое было прогрессивно на этот момент передовой, вновь возникающие отрасли, но и в авиационной промышленности были подняты первоклассные самолеты того времени. Российская империя первой изобрела подводные лодки. Я уж не говорю про разного рода образцы военной техники, чем всегда Россия была сильна. Строительство железных дорог, которые Советский Союз продолжил. То есть практически все примеры крупномасштабных и успешных проектов, которые были реализованы в 30-е годы, замысливались еще до Первой мировой войны. Большевики их, создав систему планирования, сумели реализовать в совсем иной структуре управления, с иными мотивациями. Но скачок производительности, который имел место в 30-е годы, в производственно-технологических траекториях продолжал те прерванные траектории, которые были оборваны революцией. Таким образом, мы видим на этих примерах, что крупные социально-экономические трансформации, революции, которые носят катастрофический характер для большинства хозяйствующих субъектов, преодолеваются через цену больших потерь. Потерь в темпах, вот здесь темпы мы имеем дело с темпами. Потерь в материальном богатстве. Значительная часть материального богатства просто обесценивается и разрушается. Будучи не в состоянии встроиться в новые социально-экономические отношения. Возвращаясь к примеру нашему, современному, практически мы потеряли в 90-е годы половину промышленного потенциала. Причем по некоторым направлениям потери достигали 90-100%, в том числе по тем, которые определяют современное экономическое развитие, такие как станкостроение, предположим, микроэлектронная промышленность, оборудование для легкой промышленности, которое востребовано. То есть эти отрасли были ликвидированы, точнее исчезли в нашей экономике не потому, что они были неконкурентоспособными. Оборудование, которое работало на советских предприятиях, до сих пор можно встретить в Болгарии, в Турции, в Индии. Его продали, оно нормально работает в странах с невысоким техническим уровнем. Те виды деятельности, которые требовали длинных цепочек производственных, требовали планирования и финансирования на 5-7 и больше лет и были ориентированы на устойчивый сбыт, на устойчивый рынок. Они не сумели вписаться в тот хаос, который возник в 90-е годы и рухнули не по производственно-техническим причинам и не по причинам низкой квалификации сотрудников, а потому что макроэкономическая среда не позволяла им развиваться. Это можно привести экологический пример. Если вы возьмете теплицу, в которой бурно растут помидоры, огурцы, цветы, предположим, в марте месяце, и выбейте там стекла, то понятно, что от этих растений ничего не останется. Также и в социально-экономической сфере резкие трансформации влекут за собой существенные потери производственного потенциала. Следующий спад мы здесь наблюдаем – это конец индустриализации, когда были исчерпаны экстенсивные факторы расширения производства в годы первых пятилеток, ну и затем мировая война, Великая Отечественная, которая привела к уничтожению половины, примерно, производственного потенциала в европейской части страны. Ну и, наконец, современный период, 90-е годы, ярко выраженные провалы. Здесь вы видите аналогичную картину современности. Объем производства промышленной продукции уже – это период после Второй мировой войны, до настоящего времени. Потребовалось пять лет мы падали, очень круто. И только в нулевые годы начался подъем промышленного производства, уже в новой структуре производственных отношений с новыми институтами и новыми, точнее, существенно изменившимися отраслями в экономике. И до сих пор мы не вышли на тот уровень производства, который был в конце советского периода. Ну, экономисты, не имея лучшего объяснения, назвали этот провал трансформационным спадом. Ну, а слово «трансформационный спад», собственно, является определением того, о чем я говорю, что в условиях социально-экономических потрясений, как бы мы ни строили реформы, как бы мы ни пытались, или не питались, скажем так, мысленно ожиданиями светлого будущего, так или иначе, любая радикальная реформа влечет за собой падение производства, падение уровня жизни. Вы видите, что, естественно, вслед за падением экономической активности падают доходы населения, и платой за эту трансформацию становится ухудшение здоровья людей. То, что мы имели место в 90-е годы, демографию называют демографической катастрофой. Если брать так условно человеческий потенциал, измеряя среднюю продолжительность жизни, то можно констатировать, что он сократился в нашей стране на 12 миллионов человек. Это такая человеческая плата за, точнее, человеческая составляющая этого трансформационного спада. Причем главным фактором повышенной смертности, я уже не говорю про падение рождаемости, стало не столько даже ухудшение материальных условий, сколько стресс, психологический стресс, связанный с тем, что люди потеряли определенность, они потеряли понимание, что происходит, что их ждет, они оказались в состоянии невозможности продолжать привычные виды деятельности, ходить, как раньше, на работу и планировать свою жизнь на десятилетия вперед, столкнулись с полной неопределенностью, с рисками, что, конечно, повлекло за собой резкое падение рождаемости, поскольку планирование ребенка требует понимания, как он будет не только питаться, но и получать образование, где он будет работать спустя 20 лет после рождения. А горизонт принятия решения у людей сократился до нескольких месяцев фактически. Ну и резкое увеличение смертности от сердечно-сосудистых, прежде всего, заболеваний, связанных со стрессом. Возник так называемый демографический крест, когда смертность превысила рождаемость, и мы фактически только-только начинаем выбираться из состояния депопуляции. Здесь уже немножко, может быть, продолжаю иллюстрацию. характеристик изменения социально-экономической ситуации. Главное, что потрясло, конечно, социальную психику в нашем обществе, это переход от общества равных возможностей, от общества более-менее однородного по составу доходов с высокими социальными гарантиями к обществу высокой социальной дифференциации. Вы видите, какой скачок произошел по уровню неравенства. Здесь фондовый коэффициент, это во сколько раз доходы самых богатых 10% населения превышают доходы 10% самых бедных. В Советском Союзе это различие не превышало 3-4-кратной величины. Сейчас она в крупных городах зашкаливает, но в Москве, скажем, некоторые оценивают до 50-ти кратных различий. Как говорят социальные психологи, если этот коэффициент превышает однозначную величину, то есть больше 10, общество явно начинает страдать социальными болезнями, связанными с ощущениями несправедливости, неправильности существующего устройства. Возникают массовые проявления девиантного поведения. Люди отказываются признать легитимность такого общества. Они не понимают, почему так несправедливо устроено распределение доходов, следствием чего является расширение социального дна и появление очень серьезных экономических издержек, связанных с подавлением социального протеста. Здесь уже у нас пошли конкретные иллюстрации. Если будет интересно, я вас адресую к белой книге экономических реформ, которую мы выпускали вместе с моим коллегой Карамурзой, работающим на соседнем факультете в этом здании. Есть у нас такое периодическое издание, оно выходило раз в пять лет, примерно, «Белая книга реформ», где дано огромное количество показателей, иллюстрирующих те резкие, к сожалению, негативные изменения, которые произошли в период этого трансформационного спада. Конечно, наша страна является особой, не в том смысле, что другие страны ухитряются развиваться равномерно, но мы страна крайности, где социальные трансформации происходят особенно резко. Скажем, аналогичные по масштабу трансформации, перехода от планируемой экономики к рыночному хозяйству, организованные в Китае, при сохранении социалистического, как они сами себя определяют, способа производства, при сохранении планирования, при тщательном выборе траектории движения, при экспериментальной проверке разных институционных нововведений прошли вовсе без трансформационного спада. Не только Китай, но и Вьетнам проходили этот переходный период без резких падений экономической активности, без резкой дифференциации, но, с другой стороны, они по-прежнему живут в условиях социализма, поэтому та трансформация, которая произошла в странах восточных социалистической системы, она была, конечно, радикальной тоже, потому что появились новые возможности, новые институты, новые изменения, большие нововведения в системе управления и на макро, и на микро уровне, но эти новшества шли не за счет разрушения старой системы отношений, а как бы достраивались к старой системе отношений. То есть экономика продолжала или даже ускоряла свое развитие, потому что не ломалась старая структура, а новые виды деятельности, новые институты и новые способы самореализации людей формировались как бы рядом со старой системой отношений. И вот так называемые смешанные экономики, они гораздо более сложные в управлении, но они и более эффективные. Поэтому, когда где-то вы читаете о том, что смысл экономических реформ это довести дело до примитивного рыночного фундаментализма, все коммерциализировать и везде внедрить рыночные отношения, это на самом деле от лукавого. Упрощение экономической системы практически никогда не дает повышение эффективности. Наоборот, по мере роста разнообразия экономической системы, по мере появления новых технологических возможностей, новых отраслей и видов деятельности, система управления должна усложняться. Есть такой простой кибернетический закон, что если вы хотите управлять какой-то системой, то у вас избирательная способность системы управления должна быть выше, чем разнообразие объекта управления. То есть вы должны этот объект управления видеть во всей его сложности, иметь такое количество параметров управления, которым позволяет этот объект целенаправленно развивать. Когда система управления упрощается, это автоматически влечет хаос. То есть система управления перестает справляться с разнообразием объектов управления, возникает хаос, в ходе которого погибают наиболее сложные виды деятельности. Собственно говоря, это у нас и произошло в 90-е годы, когда сложные виды деятельности практически были свернуты в силу невозможности в рамках хаоса планировать долгосрочное развитие производства и поддерживать длинные производственные цепочки. Одновременно с разрушением плановой системы произошла примитивизация управления, а каждое предприятие начало выживать как может, не понимая, что делают смежники. А любое сложное изделие – это всегда большая кооперация, это тысячи производственных связей. Поэтому с упрощением системы управления автоматически объект управления стал примитивизироваться. И в результате мы сегодня видим деградацию нашей экономической структуры. На внешнем рынке мы представлены экспортом нефти, газа и других примитивных продуктов. Примерно 80% нашего экспорта – это сырье, для добычи которого много ума не надо, и продажи тем более. А если брать структуру советской экономики, то мы практически сырье не экспортировали, вплоть до Горбачевской перестройки, когда нужно было увеличивать количество потребительских товаров для поддержки нового мышления. А если экспортировали сырье, то в основном для импорта готовой продукции, для импорта оборудования, для производства готовой продукции. Советский Союз был представлен на мировом рынке в значительной степени высокотехнологическими товарами, не только оборонной промышленности, но и инвестиционного машиностроения. То, что сегодня практически исчезло. Наша доля на мировых высокотехнологических рынках составляет 0,3%. Китай, который выходил примерно из такого же состояния, как мы в новую хозяйственную эпоху и тоже проводил рыночные реформы, сегодня занимает первое место в мире по экспорту высокотехнологической продукции, имея больше 25% мирового рынка. Мы сейчас не даем оценки, что хорошо, что плохо. Мы рассуждаем в терминах трансформации, которые порождают кризисные явления. И переходя уже, собственно, к антикризисному управлению, очень важно понимать, что для того, чтобы оно было успешным, оно должно все-таки, при том, что нет какой-то общей теории антикризисного управления, тем не менее, иметь в поле зрения понимание механизма кризиса, причины кризиса, тенденции изменения ситуации, которые нужно брать в расчет на многие годы вперед. В противном случае антикризисное управление не будет эффективным, потому что очень легко потерять управляемость. То, что произошло в нашей стране в 90-е годы, было полностью утрачено управляемость. И до сих пор она не восстановлена. Признаком управляемости является соответствие целей и результатов. Если ставятся одни цели, а получается противоположный результат, это значит, что система неуправляемая. Ни одна из целей экономических реформ радикальных не была достигнута. И, собственно говоря, люди, когда поддерживали трансформацию нашей социально-экономической и социально-политической системы, так же, как и руководство страны, они рассчитывали, что за счет радикальных ироничных реформ и революционных преобразований, прежде всего, в отношениях собственности, автоматически включатся новые, более эффективные мотивы хозяйственной деятельности, которые очень быстро выведут экономическую систему на более высокий уровень эффективности. Этого не произошло, потому что теория шоковой терапии оказалась не просто неверна, она оказалась утопичной совершенно, то есть нереалистичной. Система погрузилась в хаос, и мы попали под внешнее управление. Это внешнее управление велось на базе стандартных рекомендаций доктрины рыночного фундаментализма, известной в мировой практике как «Вашингтонский консенсус», которая предписывала государству дожидаться, пока рыночная самоорганизация не обеспечит появление в экономике состояния равновесия, в рамках которого будет достигнуто оптимальное использование ресурсов. Этот рыночный фундаментализм сыграл злую шутку с нашей экономикой. После турбулентного периода 90-х годов, когда мы находились в хаосе, новое стабильное состояние было достигнуто ценой примитивизации, и экономический рост возобновился уже в совершенно другой экономической структуре, где доминировали примитивные виды деятельности. Но перед чем проиллюстрировать эти итоги, так сказать, антикризисной политики, все-таки мы вернемся к некоторым общим вещам. Итак, я думаю, что можно сделать некоторые такие общие замечания в рамках сегодняшней вводной лекции в антикризисное управление. Первое. Антикризисное управление возникает в тех случаях, когда система дальше не может нормально воспроизводиться. То есть потребность в антикризисном управлении возникает после того, как обычная система управления терпит фиаско в обеспечении тех целей воспроизводства экономической системы, которая в данной системе управления считается нормальными. При том, что вы видели катастрофические последствия резких трансформационных изменений, надо понимать, что эти изменения не могли возникнуть, потому что кто-то один захотел и подорвал нашу стабильность. Дело в том, что система входит в кризисный режим, когда предыдущие системы управления не справляются с вызовами и нарушениями механизмов воспроизводства. Ведь потребность в рыночных реформах возникла в Советском Союзе не от хорошей жизни. Несбалансированность экономики, которая проявилась в дефиците потребительских товаров. Низкая эффективность, которая проявлялась в том, что система планного хозяйства не реагировала на новые технологические возможности. Нарастающее технологическое отставание от стран Запада. И, наконец, резкое падение экономической эффективности, которое выражалось в том, что для производства каждой новой единицы продукции требовалось все больше и больше затрат. Это как раз было связано с тем, что технологический базис, на котором развивалась советская экономика, исчерпал возможности своего технического развития, а переход к новым технологиям был затруднен как раз той системой институтов, которая обеспечивала воспроизводство планного хозяйства. Это только в теории. Мы думали или надеялись, что Госплан разрабатывает оптимальные решения. На самом деле все планирование строилось от достигнутого уровня. И, как любая другая система управления, министерская, ведомственная система, которая у нас работала, соединяла крупные предприятия, которые, пущей всего, боялись нововведения. Любое нововведение – это не только риски технологические, производственные, это еще огромная головная боль на переобучение персонала. Кто-то должен брать на себя ответственность. Поэтому любая система отвергает новшества, если она изначально на них не заточена. Поэтому переход к радикальным реформам был не случайным, конечно. Он был произведен путем резких революционных изменений, но потребность в антикризисном управлении, конечно, объективно была. Как мы видим, по нашему примеру, антикризисное управление далеко не всегда бывает эффективным. Часто антикризисное управление влечет в катастрофические последствия, когда объект управления выходит из-под контроля. Это именно то, что мы имели у нас в 90-е годы. Резкое нарастание хаоса, полное непонимание руководящим слоем работников, что происходит. Выход из-под контроля не только производственных процессов, но и социально-политических, социально-экономических изменений, который повлек за собой государственный переворот 1993 года. И следствием этого государственного переворота расстрела Верховного Совета и перехода к авторитарной системе управления стала еще больше ее примитивизация. И путем подавления политической активности удалось, в конце концов, систему привести в стабильное состояние, но только ценой колоссальных человеческих и материальных потерь. Поэтому антикризисное управление на самом деле редко бывает эффективным. Согласитесь, что когда антикризисный менеджмент приходит на предприятие для того, чтобы провести процедуру банкротства, это уже не антикризисное управление, это последствия провала антикризисного управления. И точно так же на уровне национальной экономики. Когда совершается государственный переворот, это означает, что система управления потерпела полное фиаско. И приходится ценой подавления экономической, социальной, политической активности примитивизировать объекты управления до такого состояния, чтобы им легко было управлять в ручном режиме. Таким образом, чтобы быть эффективным, антикризисное управление должно отвечать очевидным требованиям. Во-первых, понимать причины возникновения кризиса, почему он происходит, и как он может быть разрешен в рамках сложившихся институтов и практик управления. Во-вторых, знать закономерности протекания кризисных процессов, понимать, какие управляющие воздействия какие последствия будут иметь. Наконец, разбираться в перспективах и возможностях антикризисных траекторий развития. В большинстве случаев этого не происходит, к сожалению. Поэтому предмет, которым мы сегодня занимаемся, имеет, конечно, большой смысл. Причем этого не происходит практически на всех уровнях управления. Я приведу только несколько примеров разного уровня. Вот, скажем, нынешняя ситуация с резким ростом неплатежеспособности предприятий. Причина – повышение процентных ставок, сокращение кредита. Антикризисное управление, которое в нашей стране сегодня разворачивается, включает в себя сокращение государственных расходов, консолидацию бюджета, то есть падение спроса, еще большее ухудшение условий кредитования предприятий, сокращение денежной массы и, как следствие, усугубляет кризис. Доля плохих кредитов растет, банки банкротятся, люди лишаются рабочих мест, предприниматели уезжают за рубеж. Вот пример абсолютно безумного антикризисного управления, которое основано на ложных предпосылках и которое ведет к усугублению кризиса. Это касается кризисов, порожденных самой системой управления. Другой кризис на наших глазах сегодня разворачивается, на мезоуровне, в некоторых отраслях, которые допустили стратегические просчеты с точки зрения оценки научно-технического прогресса. Например, кризис металлургической промышленности. У нас созданы были большие новые мощности металлургической промышленности, которые оказались никому не нужными. Наши металлурги расширяли производство в 90-е годы. Думали, что это и дальше, так сказать, будет возможно за счет экспорта низкокачественных металлических изделий, сырьевых, по сути, полуфабрикатов, хорошо жить. Но со сменой технологических укладов, о которых мы еще, так сказать, позже поговорим, произошло кардинальное изменение спроса на металлургическую продукцию с одной стороны, а с другой стороны резко повысились требования к ее эффективности. В новом технологическом укладе произошло резкое падение металлоемкости производства. Металла требуется сегодня гораздо меньше. Внедрение наноматериалов в металлургии привело к тому, что износ металлических изделий снизился на порядок десятикратно. То есть, мало того, что общий объем спроса уменьшился, так еще и срок службы увеличился. Изделия машиностроения, металлических покрытий в транспорте, в строительстве второй по величине отрасли, которая потребляет металл, массовый переход к новым материалам происходит. Замена металлургических арматур, скажем, на пластиковую, на углеводород, то есть, на углеродные материалы. То есть, нанотехнологии привели к революции в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в основных отраслях, которые машиностроение потребляет продукцию металлургии. Кроме того, закрылся китайский рынок, где китайцы сумели свои мощности нарастить до объемов гораздо больше, чем, так сказать, мы могли себе даже представить. Таким вот пример просчета, когда огромные деньги были вложены в расширение, казалось бы, преуспевающей отрасли, а на самом деле они привели к появлению огромного количества избыточных мощностей, на которые сегодня нет спроса. Еще один пример неправильного антикризисного менеджмента. С распадом Советского Союза мы, в силу того, что резко упал потребительский спрос, произошло обвальное сокращение авиаперевозок. Авиационная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Выход из этого кризиса до сих пор не найден. В качестве антикризисной меры решили собирать из иностранных комплектующих новый самолет. То есть, имея всю полную линейку современных самолетов, которые мы на излете Советского Союза получили, по всем типам самолетов Советский Союз был на передовом уровне, вместо того, чтобы эту линейку развивать, расширять, совершенствовать, решили перейти на импортную технологическую базу и начали собирать суперджет, так называемый, из импортной комплектации. В итоге он сегодня никому не нужен. Он уступает импортным аналогам, он очень чувствителен к внешним колебаниям спроса. И мы, произведя заведомо продукт, не отвечающий нашим конкурентным преимуществам, потеряли свои собственные конкурентные преимущества, которые имели, пользуясь полным циклом производства авиационной техники. Все делали сами. Причем на высоком техническом уровне. А авиационная отрасль, она интересна тем, что это самый мощный локомотив экономического роста с точки зрения мультипликационного эффекта. Мультипликационный эффект, то есть, сколько дополнительных видов деятельности создает объемов, создает 1 рубль затраченной продукции спроса или производства продукции в профильном виде деятельности, в авиационной промышленности превышает десятикратную величину. Он отражается в цене конечного изделия. Скажем, цена килограмма авиационной техники примерно в тысячу раз, даже больше, в несколько тысяч раз выше, чем цена килограмма нефти. Это вот пример не просто разного технического уровня, а пример разного уровня экономической активности. Когда вы делаете самолет, вы порождаете экономическую активность в тысячу раз больше, чем когда занимаетесь экспортом нефти. Ну и, наконец, еще один пример неудачного антикризисного управления это современный экономический кризис, который мы переживаем с 2008 года. И в течение всего этого времени антикризисные меры, принимаемые в нашей стране, самые наименее эффективные из всех стран двадцатки, потому что они неадекватны тем проблемам и угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Ну, на эту тему мы будем специально говорить. Еще несколько таких банальных может быть заключений, которые нужно иметь в виду. Коль скоро мы говорим об антикризисном управлении, то, наверное, должны быть какие-то оценки качества антикризисного управления. И мы должны выдвигать определенные требования к антикризисному управлению. Понятно, что самое лучшее антикризисное управление это его отсутствие. Когда управленцы настолько грамотно подходят к решению проблем, действуют упреждающим образом и вообще не доводят дело до кризиса. Такие примеры тоже есть и в отраслях. Наша атомная промышленность успешно преодолевает один вызов за другим и продолжает оставаться мировым лидером. Есть пример и на национальном уровне. Я уже приводил пример Китай и Вьетнам, которые бескризисно развиваются уже три десятилетия, демонстрируя экономическое чудо. А худший вид точнее худшее антикризисное управление когда антикризисное управление ведет к усугублению кризиса. Это очень часто встречающиеся явления. К сожалению, когда антикризисный менеджер пытается бороться с проблемами путем ликвидации некоторых проявлений кризиса. Не пытаясь выникнуть вглубь в понимание сущности происходящих процессов и пытается бороться с кризисом путем ликвидации его последствий. Вот, скажем, тот кризис макроэкономики, который мы сегодня переживаем, он многофакторный, он системный, даже, я бы сказал, который связан с отсутствием у нас целостной системы управления. Прежде всего, у нас нет ядра современного экономического управления, денежно-кредитная политика работает в основном под влиянием внешних факторов, то есть, нет внутреннего механизма генерирования кредита, нет внутренней системы планирования, нет внутренней системы аккумулирования инвестиций, то есть, наша система управления разомкнута. Объект управления зависит у нас не столько от того, какие решения принимаются в наших органах управления, сколько от внешней конъюнктуры. То есть, мы не управляем своим экономическим развитием. Вместо того, чтобы попытаться построить целостную систему управления и создать собственные источники кредита, создать систему планирования, которая будет ориентировать хозяйствующих субъектов на выход из кризиса, наша антикризисная программа свелась очень поверхностным вещам. повышение процентных ставок. В ситуации, когда нет внутренних источников кредита, а внешние источники прекратились, центральный банк повышает процентные ставки, надеясь, что таким образом он снизит инфляцию и после этого обеспечит благоприятные макроэкономические условия для наращивания кредитов. Но на самом деле все происходит наоборот, потому что повышение процентной ставки влечет за собой сжатие производства, сжатие производства влечет за собой повышение цен, потому что предприятия вынуждены перекладывать повышенные сдержки на потребителя и дальнейшее падение производства. У нас осталось 10 минут, я оставшееся время расскажу вам о том, как мы планируем сам этот курс антикризисного управления. Дмитрий Аркадьевич будет продолжать мою работу сегодняшнюю. Мы будем вместе читать этот курс. Еще Агеев наверное будет, На вечернем. Я предлагаю такую структуру курса. Поскольку мы будем иметь дело с макроуровнем, надо сначала понять предмет, чем мы будем заниматься. Поэтому первая часть наверное нашего курса будет посвящена описанию кризисов. Но прежде всего описание тех кризисов, которых я уже упомянул. Это кризис советской экономики в 80-е годы и крах СССР после провала перестройки. Перестройка тоже была кстати примером провальной антикризисной политики. Когда вместо того, чтобы создавать новые возможности развития, занялись перестройкой того, что существующие надстройки, скажем так. Шоковая терапия, о которой мы сегодня уже поговорили, которая кончилась экономической катастрофой на фоне китайского экономического чуда. Банкротство государства в 97-м году известное как дефолт. Ну и наконец современный кризис в нашей экономике. Вторая часть курса будет посвящена теории, точнее анализу причин кризиса. Здесь нам придется познакомиться с теорией длинных циклов развития экономики. Мы будем заниматься именно длинными циклами, это смена технологических и мирохозяйственных укладов, потому что короткие циклы для макроэкономической системы хоть и называются кризисами, кризис перепроизводства например, классические, но они преодолеваются в рамках существующей системы управления. То есть она заранее понимает, что такие кризисы имеют место, связанные с диспропорциями в производстве потребления товаров, зарплате, спросе и так далее. И современная макроэкономическая теория эти кризисы воспринимает как рутинные. Есть понятие контрциклической политики, которая призвана бороться с периодически проявляющимися отклонениями в режиме рыночного воспроизводства. Поэтому нас будут интересовать в основном кризисы, которые создают угрозы для всей макроэкономической системы и требуют не тривиальных решений, требуют изменения в системе управления. И здесь как раз нам пригодятся длинные циклы. Это технологические циклы, техника экономического развития, теория технологических укладов. И циклы еще более длинные, связанные с революционными изменениями в системах производственных отношений или в системе институтов. То, что мы называем сменой мерохозяйственных укладов, когда меняется вся система управления. Наконец, третья часть цикла будет посвящена примерам успешной и катастрофической антикризисной политики. Здесь мы рассмотрим разные примеры антикризисной политики, на которые мы можем более-менее проанализировать, имея информацию. индустриализация в Советском Союзе. Если удастся, посмотрим альтернативный пример милитаризации в Европе, которая привела к катастрофе Второй мировой войны, Великую депрессию США, послевоенное восстановление в Европе, новый корс Рузвельта в рамках американской антикризисной политики, послевоенное восстановление в Европе, Японии, Советском Союзе. Исходя из этого, мы сможем вывести примеры, не просто показать примеры экономического чуда, но и попытаться разобраться, почему же это чудо стало возможным. На фоне не менее драматических примеров экономических катастроф. И можем сравнить. Ну и дальше можем вывести уже общий принцип антикризисного управления и в конце поговорить о стратегическом планировании, как механизме вообще избежания, точнее, раннего предупреждения кризисных явлений. Для затравки я обращаю ваше внимание на такую табличку нашей современности мы живем в эпоху глобального экономического кризиса. Мы видим два подхода к антикризисной политике. Первый вариант, который нам предлагает традиционная экономическая теория, мейнстрим экономической мысли, который в наиболее прикладном виде сформулирует Международный Улетный Фонд и Мировой Банк. Работают они на основе доктрины Вашингтонского консенсуса, под которой понимается современная трактовка ограниченного фундаментализма, когда государство связывает по рукам и ногам и всю антикризисную политику сводит к чисто макроэкономическим манипуляциям в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Это один вариант. И второй вариант антикризисная политика развитых стран. Имеется передовые страны, которые демонстрируют успехи. Вот мы видим, что практически по всем этим параметрам рекомендации, которые нам диктует Международный Улетный Фонд, опираясь на мейнстрим экономической мысли, они кардинально расходятся с той антикризисной политикой, которую проводят сами передовые страны. Ну и соответственно мы видим результаты. мы следующую лекцию может быть с этой таблички начнем, детально разберем. Но от результата мы видим, что те страны, которые самостоятельно проводят антикризисную политику, имеют темпы роста примерно в два раза больше, чем страны, которые прибегают к традиционным рекомендациям Вашингтонского консенсуса и выполняют требования Международного Улетного Фонда. Иными словами, завершая сегодняшнюю лекцию, могу сказать, что экономическая теория является лучшим способом создания кризиса. Вот если действовать согласно майнстриму экономической мысли, вы неизбежно приходите к кризису. Поэтому антикризисная наша теория, которую мы с вами попытаемся изобрести, она будет базироваться на понимании реальных механизмов экономического развития, на том суррогате разного рода мифологий и догм, которыми пичкают студентов по курсу экономик, опираясь на умозрительное построение с теорией рыночного равновесия. На этом сегодня все. Спасибо за внимание.